МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Секретаря правительства Республики Западная Армения. Резационная одежда Западной Армении. Культурное наследие Карина Ивана. Мы представили список памятников Арцаха, нуждающихся в защите. Но ответа пока нет. Лерни Коганесян. Из-за термина «Совершенный против Армян геноциф» в Турции закрыли Ашик Радио. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Спасибо, господин президент. Как уже отмечалось на первой сессии, коренные народы желают участвовать в Совете по правам человека. Это зависит от культуры и функции коренного народа. Совет, Конгресс, Парламент, Ассамблея и правительство важно учитывать наличие законодательного, исполнительного или специального политического органа на основе предварительного, свободного и осознанного согласия, данного населением ст. 5 и 6 декларации. Официальный и правомочный представитель коренных народов должен заявить о своем существовании, если это еще не сделано. Действовать через соответствующий законодательный представительный орган и через механизм специалистов, чтобы представить Совету по правам человека свой основной или конституционный документ, конституцию или декларацию прав коренных народов, который включает правовые и исторические документы. Спасибо, господин президент. Уважаемый господин вице-президент, представители коренных народов, рад принять участие во второй встрече Совета по правам человека по содействию участия коренных народов в работе. 10 лет назад на Всемирной конференции коренных народов мировые лидеры подтвердили свою приверженность Декларации прав коренных народов Организации Объединенных Наций. Это историческое событие привело к важным результатам, в том числе к расширению мандата экспертного механизма по правам коренных народов. Это стало основой для расширения участия коренных народов в системе и деятельности Организации Объединенных Наций, когда государства-члены взяли на себя обязательства рассмотреть возможности и средства для обеспечения их эффективного участия и участия в вопросах и решениях, которые их касаются. Несколько недель назад представители коренных народов семи социально-культурных регионов впервые выступили на заседании Совета по правам человека не в составе ни правительственных организаций, а как представители своих народов. Обратив внимание на ситуацию в своих странах, поделились конструктивными предложениями в интерактивных диалогах с экспертным механизмом по правах коренных народов и специальным докладчиком по правах коренных народов. Эффективное осуществление прав коренных народов стало насущной проблемой. Коренные народы сильно страдают от трехкратного планетарного кризиса, связанного с изменением климата, загрязнением и утратой биоразнообразия. Они постоянно доказывают, что с их знаниями и подходами проверенными временем решения существуют. На национальном и местном уровнях традиционные методы, такие как общественные системы управления лесами и рыболовством, также восстановление традиционных технологий играют важную роль в смягчении последствий изменения климата. На глобальном уровне активное участие коренных народов в процессе рамочной конференции. Организация Объединенных Наций об изменении климата обеспечила интеграцию этих подходов как по смягчению последствий, так и по мере адаптации. Коренные народы также вносят важный вклад в обеспечение доступа к правосудию. Системы правосудия коренных народов, если они соответствуют международному праву в области прав человека, могут сыграть решающую роль в обеспечении доступа коренных народов к правосудию. Улучшая координацию между системами правосудия коренных народов и обычными системами правосудия, можно устранить барьеры, препятствующие доступу коренных народов к правосудию и проложить путь до других групп, сталкивающихся с долговременной структурной дискриминацией. Расширение возможностей коренных народов участвовать в процессе принятия решения может быть достигнуто путем открытия пространств, где обсуждаются и решаются вопросы, которые непосредственно касаются их. Я высоко ценю руководство Совета директоров в этом отношении. Наш офис, который служит секретариатом Фондом добровольцев Организации Объединенных Наций для коренных народов, был на передовой этих усилий. Благодаря фонду сегодня здесь присутствует 20 представителей коренных народов из всех семи социально-культурных регионов. Финансовые ограничения по-прежнему остаются одним из основных препятствий для участия коренных народов и работа фонда неоценима. Призываю все государства-члены поддержать их мандат как в политическом, так и финансовом плане. Дорогие друзья, как показали обсуждения на первой промежуточной встрече, мы несем совместную ответственность за обеспечение, чтобы участие коренных народов основывалось на праве и на идентичности на самопределении. Мы также должны способствовать максимально широкому представлению коренных народов в Совете по правам человека, учитывая разнообразие форм их организации, также гендерное и географическое разнообразие. Еще один важный вопрос, который беспокоит представители коренных народов, как в отношении них осуществляют угрозы и преследования. Ограничение гражданского пространства стало глобальным явлением в сопровождении и нападении угроз и преследовании правозащитников, журналистов и других представителей гражданского общества, которые стремятся привлечь внимание к проблемам прав человека или просто участвовать в общественной жизни. По нашим данным, в 2023 году по меньшей мере 42 правозащитника коренных народов были убиты в 11 странах. Реальные цифры, вероятно, намного выше. Нацеливание на представителей коренных народов, в том числе тех, кто связан с Организацией Объединенных Наций, заслуживает особого внимания со стороны государств и структур Организации Объединенных Наций. Вместе мы должны делать больше и лучше, чтобы обеспечить безопасные и открытые пространства для взаимодействия, где тот, кто поднимает голос, может быть услышан, не опасаясь мести. Приглашаю продолжить столь замечательную работу по проведению первой промежуточной встречи, использовать этот форум в качестве инновационного пространства для обмена опытом и идеями, для расширения всестороннего, эффективного и значимого участия коренных народов в работе Совета по правам человека. Эти обсуждения чрезвычайно важны и направлены на долгосрочные и справедливые требования 476 миллионов коренных народов мира. Наш офис готов предоставить свою полную поддержку. Спасибо. 19 октября встречу выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армения Армена Исаакян. Она коснулась выступлений президента Республики Западной Армении Литии Маркусиан и председателя Национального совета Республики Западной Армения Арменака Абрамяна. Президент отметил, коренные народы тесно связаны со своей землей и имеют полное право на защиту своей идентичности. Лития Маркусиан подчеркнула, Северский пакт является ключом к достижению мира, также высоко оценив важное существование нашего государства, благодаря которому мы подтвердим наше право на самоподеление. Пресс-секретарь коснулась выступлений президента Армена Кабраамяна в ООН, где президент представил парламент армян Западной Армении. В своей речи президент говорил о коренных народах и нациях, подчеркнув, они являются столпами человечества и носителей древних цивилизаций, также упомянув, армяне Западной Армении, как коренная нация, подвергшаяся уничтожению в результате турецкого геноцида, с 1920 года имеют признанное государство, Западную Армению, признанное союзными и ассоциированными государствами. Армен Акабраамян подчеркнул, коренные народы и нации, их парламенты и правительства должны интегрироваться в международное сообщество, чтобы помочь другим народам соединиться с матерью-землей и вновь открыв связь с человечеством. Культурно-историческое богатство Западной Армении отражено в традиционной одежде жителей данного региона, представленная в работах Османа Хамди Бея и Паскаля Себаха. Художники, определяющие образ жизни XIX века, изобразили жителей Карина Ивана в их традиционной одежде, подчеркивая уникальные обычаи того времени. Рабочие Карина, живущие в самом сердце Западной Армении, носили простую, но функциональную одежду, адаптированную к суровой местности и тяжелым условиям труда. Армянка Вана, армянские женщины Ванна были одеты в яркие и роскошные одежды. Созданное в 1873 году произведение искусства – важный исторический документ, хранящий память о коренных жителях Западной Армении. В Национальном собрании проходит дискуссия на тему «Баку уничтожает историко-культурное наследие Арцаха», в которой участвуют представители парламента и культуры Арцаха, представители послов стран, членов Минской группы ОБСЕ, также представители офиса ООН в Армении. Председатель Епархиального совета Арцахской епархии Лерни Коганесян представил разрушенное и уничтоженное Азербайджаном в Арцахе историко-культурное наследие. Отметив, с нашей стороны был составлен список из 151 памятника, который нуждается в немедленной защите, и они были представлены в Министерство КГМС. Они также должны были направить их в МИД, далее в соответствующие комиссии ЮНЕСКО для обсуждения. До сих пор у нас нет информации, имел ли место этот процесс. Похоже, что отношения между этими двумя ведомствами и государственного управления не очень хорошие, потому что мы умеем работать с КГМС. Мы это представляем, но оно поступает в МИД. А что там происходит, нам уже неизвестно. По решению Высшего совета радио и телевидения Турции Западной Армении Ашик-радио Константинополя прекращает свою деятельность. В частности, с 16 октября радиокомпанию лишили лицензии. Ранее Ртюк принял данное решение из-за сделанной гостем на радиофразы, совершенной против армян геноцид. Решение Штук было осуждено Ашик-радио. Радиокомпания заявила, что применит все юридические меры для восстановления своей деятельности. Оставаясь верным своей миссии и зрителю, телевидение Западной Армении продолжает свою работу, используя инновационные подходы. Не заманимая саморекламой, мы представляем важные события о истории настоящем и будущем Западной Армении, затрагивая проблемы, волнующие армянскую нацию. Телевидение Западной Армении зафиксировало одно из важнейших достижений, выпустив еженедельник «Вестерн Армения», направленный на сохранение нашей истории, культуры и идентичности. Наше телевидение прозрачно представляет деятельность президента, правительства, национального собрания и других государственных структур Республики Западной Армении, делая ее доступной и понятной. Наша сила в единстве, вместе мы сможем создать сплоченную и процветающую родину. Ваша поддержка, наша общая победа. Вместе мы сила! Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Продолжение следует...